Всем привет, с вами Дикс и сегодня мы поговорим о горячих новостях, которые происходят в мире музыки и кино. Исполнитель роли Аквамена Джейсон Мамуа получил в лицо от популярного ведущего телеканала MTV Джожа Харевица, как отметил последний на своей официальной странице в социальной сети Twitter. Таким образом, актер выполнил свое обещание, которое дал журналисту несколько лет назад. Четыре года назад Джейсон Мамуа сказал, что я могу ударить его в лицо, если он сыграет роль Аквамена. И вот, пришел час расплаты, написал он, подкрепив свое заявление, соответствующей фотографией. О последствиях этого акта возмездия Харевица не рассказал. В 2014 году на пресс-конференции в рамках кинофестиваля Сендес корреспондент MTV задал вопрос Мамуа о его возможном участии в киновселенной DC в качестве Аквамена. Актер ответил, что это лишь слухи. Как мужик мужику ты можешь съездить мне по физиономии, если это правда. Я с радостью предоставлю тебе такую возможность. Это абсолютно ерунда и слух, сказал он тогда. Напомним, что Мамуа сыграл роль Аквамена в провалившейся в прокате картине «Лига справедливости». Сольный фильм, посвященный этому герою комиксов DC, будет предоставлен зрителям в декабре 2018 года. На момент написания данной заметки у картины еще не было официального трейлера. Миссия неуполнима 6. Последствия. Том Круз был вынужден выполнить аж целых 106 прыжков с парашютом, чтобы снять одну из ключевых сцен, как сообщает издание Deadline. Об этом было заявлено на презентации проекта в рамках фестиваля CinemaCon. Создатели картины рассказали, что вслед за Крузом из самолета выпрыгивал профессиональный спортсмен с камерой, закрепленной на его шлеме. В его задачу входило размещение съемочного комплекса на уровне лица актера, чтобы запечатлять все его эмоции. Естественно, снимал он это всего лишь руководствуясь своими инстинктами, прокомментировал режиссер фильма Кристофер Маккуари. Лишь три отснятых материала были признаны подходящими для монтажа. Единственное место, где мы могли выполнить такие трюки – Объединенные Арабские Эмираты, добавил сам Том Круз, уточнив, что в других странах авторы проекта столкнулись бы с различными юридическими ограничениями. «Мы всегда знали, что то может сделать гораздо больше, чем мы можем ему позволить без риска убить его», сказал Маккуари. Фильм «Миссия. Невыполнима. Шесть последствия» в прокате с 26 июля 2018 года. Музыкальные новости. С 23 марта в Алма-Аты в честь празднования Наурыз Казахстанский эстрадный певец Хайрат Нуртас даст бесплатный концерт. Послушать песни популярного исполнителя могут все желающие. Концерт состоится в 6.00 на площади Астана. Как сообщили в Акимате, безопасность на концерте будут обеспечивать более 2000 сотрудников ДВД Алма-Аты совместно со служащими Национальной гвардии РК. Помимо этого, для перекрытия площади Астана установлены 105 антитаранных бетонных блоков, 1200 турникетов по улице Панфилова с отрезка от улицы Кабанбай-Батыра до улицы Жебек-Жулы, которая также была перекрыта. По информации Акимата, в настоящее время в Алма-Аты продолжается праздничная программа на улицах Панфилова и Жебек-Жулы, где мастера из различных стран мира организовали специальные мастер-классы гончарного и ювелирного дела. Росписи керамики, золотого шитья, уртике, шердак. На реконструированных пешеходных улицах также проходят театральные постановки, организованные пленеры художников, конкурсы авторской песни среди молодежи, игры для детей, выступления чтецов и танцоров. Десятилетний алматинец Данил Юн стал участником шоу «Битвы талантов» на Муз-ТВ, передает СМИ. Казахстанец покорил жюри, исполнив песню из репертуара Адама Лэмборта «I've I had you». Кастинги на проект проходили несколько месяцев. Участие приняли дети 10-15 лет из разных стран. В итоге было выбрано около 60 вокалистов, допущенных к первому этапу конкурса, где участники должны были исполнить песню на свой выбор, чтобы привлечь внимание звездных наставников Дианы Арбениной и популярной группы «Артика Си». Данил Юн попал в команду Дианы Арбениной. На следующем этапе участники должны будут выйти на сцену с одним из членов команды и в вокальном поединке доказать право на дальнейшее участие в шоу. Ну а с вами был я, Дикс. Всегда будьте в курсе событий. И не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok